Пошел туда. Провозит, провозит. Давай, давай. Что это такое? Что такое? Мощное? Что такое? Леха, потихонечку, не спеши. Если это крупно, не спеши, пожалуйста. Сейчас подхватку приготовлю. Давай, 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 давай. Ничего. Нормально все прошло. Давай, давай, давай. Все. Все, теперь тут поиграйся с ним. Приподними его, хапануть. Сейчас вторым крючком, блин. Оба, оба, оба. Пошел. Добрый ранок, друзья. Мы на канале рыбалим с удовольствием. Так, сегодня у нас рыбалочка майская на толстолоба. Сегодня 2 мая, друзья. Приехали половить рыбку и заодно будем пробовать поймать майского толстолоба. Приехал с Алексием вчера вечером, друзья. Ну, вчера поклевок мы вообще не было и рыбка не гуляла. А сегодня, друзья, с самого утра. Вчера, в принципе, солнце светило, прогревало водичку. И сегодня облаков нету. Природа сегодня, вернее, погода сегодня такая шикарная, теплая. Наконец-то после дождей проливных весь апрель, друзья. У нас дожди были. Апрель был холодный. И первое, как говорится, тепло. Ну, надеюсь, рыбка гуляет. Вчера была тишина. Рыбка не гуляла. А сегодня видно, что толстолоб активировался. И с самого утра, друзья, ходит. Ходит, гуляет. Средняя, средняя, средняя опускает. Есть? Да. Ты, главное, это, первое, не форсуй. Друзья, неужели поклевка толстолоба 2 мая, чтоб у нас клюнул толстолоб, это я не знаю. Осталось только подоблюдать, чтоб Леха отработал, потому что это первая рыба этого года у Алексея, да, Лех? Да. Не считая красноперки, которые ты дергал. Туда. Не дергай так резко, потихоньку, плавно, не спеши. Первая рыбка в этом году. Ты уже должен быть профессионалом. Почти. Почти. Потихонечку, не спеши, никуда он тут не денется. Олег, наверное, с той стороны надо. Нет, понятно. Да он еще тут должен погулять возле берега. Надо, чтоб ты же его приподнял. Я его вообще еще не вижу. Приподними его, чтоб воздух вкапанул. Он такой небольшой, да. Майский толстолоб. Опа! Ух! Мы отошли от нуля, слава богу. Мы отошли от нуля. Так, друзья, ну что? Первая рыбка 23-го года и это лобатый у Алексея. С ума сойти. Да. Мы ждем карпа. А клюет у нас, смотри, какой лобик. Еще. Что ты скажешь? В мае когда-то ловил? Нет, в мае никогда. Я никогда. У меня первая рыбалка. Говорят, что в мае этот толстолоб не клюет. Не более, начало какой сегодня? Второе число мая. Мы в том году ездили в конце аж. В начале июля. Так, планктон у нас. Сейчас я расскажу, друзья, что за планктон. А вкус не помнишь? Сейчас мы понюхаем. Потому что, как бы, тихо. Ну, такой, пускай это не сильно такой, знаешь, монстр, но где-то до двушки. Красавец. Красавец двушечный. Ну, не двушка, даже 1,8 кг. Будем говорить правду, 1,8 кг, двушки нет. Это, друзья, чудо-планктон. Он и называется чудо, потому что он ловит в мае. 2 мая. Это это, конопля. Конопля? Ну, да. Это травяной. Это не конопля, это травяной. Это новый, кстати. Очеред. Очеред. Это новый запах в этом году, потому что в том году не было. Это только ребята именно чудо-планктоном сделали. Это, друзья, и не реклама. Это мы не рекламируем, тем более мы с ними не сотрудничаем. В том году у нас неплохо мед. Знаю, что работал. У нас стоят, друзья, и мед. А первая поклевка получилась все-таки на травичку. Очеред. 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 Какую-то рыбку. Уже. В конце отпускает. Ну да, в конце уже отпускает. А ну кидай воду. Красавец. Да, друзья, неплохо сделали все-таки выводы. Поэтому толстолов сначала скакал, друзья, по поплавкам скачет, а брать не брать, не берет. Почему мы решили толстолобу половить? Потому что обратили внимание, мы сильно толстолобу не заряжались, но обратили внимание, что толстолоб гуляет, ходит по верху водоема, а толстолоб ходит возле поплавков. Гуляет, но брать не брал. И вот он. Гуляет вот тут вот прямо. Уже берега. Так вот, единственное, друзья, вот эта подхватка, чем это проблематично, груз прошивает ее насквозь. И потом достать его оттуда тяжело. Так, а ну, сейчас. Или может быть отсоединить ее? Да нет, сейчас мы его просудим. Вот он. Вот он есть. Вот он есть. Вот он есть. Вышел, да. Ну, главное, что рыба в подхватке, а такой вот удобен именно гоняться за рыбой. Он не мелкая сеточка, крупная. Очень удобно, чтобы сходов не было. Ну, потом приходится немного распутывать. Так, ну, планктон, смотрите, еще осталось довольно-таки он закинутый был. Сколько он просил? Где-то, наверное, около часа, да? Нет. Час вода? Нет, не просил. Ну, два часа. Смотрите, сейчас вода, смотрите, во-первых, что в водах прохладно. Во-вторых, смотрите, штиль на водоеме. И по-любому сейчас планктоны будут стоять часов пять. Особенно вот этот чудо-планктон будет стоять в воде пять часов. Летом он стоит, наверное, часа четыре. Ну, смотрите, бочонки вообще большие. Ловим, пробуем, друзья. Вот смотрите, здесь медик у нас чудо-планктон. Здесь у нас очеред. Кстати, вот очеред на черед мы распечатались. Это новый вкус. И новый вкус огирок. Запах такой, знаете, зеленого огурца. Тоже пробуем. Но пока у нас работал очеред. Мед, стоит мед. Я думал, все-таки сейчас вода прохладная и будет. Хоть какую-то поклевку получим на мед. Но, друзья, смотрите, сработал. Именно почему очеред, не знаю. Ну, Толслоп любит всякую травичку. И взял первая поклевочка у нас именно на черед. Еще огурец у нас стоит и мед. И все-таки пробуем, на что он возьмет. Так, Алексей все сделал, поставил. Затяни теперь, да, катушку при забросе. Потому что вес, как бы, большой. И пробуем мы дальше ловить на травичку. Травяной вкус. А запах, знаете, друзья, такой, как конопли. Запах коноплянтый. А ну, давай. Опа, пошел. З Pay. Зах. Ну, закидываем приблизительно где-то, наверное, метров сорок. Около сорока метров. Этот вот здесь ближний поплавке, это сильно легко. Но, Алексей хорошо. Неплохо, наверное, уже приловчился. И кинул метров сорок. А в основном, так, вот два поплавка стоят метров тридцать от берега. Недалеко. Здесь, кстати, далеко не надо. Потому что глубина уже где-то метров пятнадцать от берега, уже такая, до Трех метров. глубина кстати поплавка там минимально сантиметров 20 сейчас водичка смотрите водичка сверху начинает прогреваться все-таки весна у нас и тем более у нас кто знает что весь апрель был дождливый холодный и вот это первое солнышко мы приехали и водичка сверху начинает прогреваться и видно что поплавок именно толстолоб идет по верху очень много выходит именно на поверхность греться поэтому сейчас у нас друзья чем меньше глубина мы ставим вообще маленькую глубину тем лучше потому что сразу пытались поставить на большую глубину где-то около метра полметра поклевок не получали и с утра сделали вывод друзья и поставили на глубину маленькую 20 сантиметровую и получаем поклевки давай есть да так ну что очередной как говорится уже уже не первый ну опять же взяла на тот же самый вкус друзья опять травичка это очеред запах такой я хочу сказать как у конопли до конопленный запах я думал на эту взяла вот и совсем поплавком не запутался будет тебе два в одном не прошел мимо повезло как он идет там же скорее не на то что идет коряги то понятно же он пошел мимо так подхват приготовить да ну толстолоб ловля толстолоба мою это конечно цикаво пускай он такой не крупненький друзья ну как говорится приятно все равно и хочу сказать он не такой активный нету такого знаете что рыбков вот этих слабенький он на сопротивление на том году я помню летом такие такие двушки таких ты резис давали суну его в бане на ту душечка слабенько может чуть-чуть не такой душечка чуть-чуть больше 1 это же друзья тоже вот этот и взял на боковой боковой да они видите не снизу берет именно сбоку обычно знаете осенью зимы весной на нижний крючочек у нас есть нижний крючок это получается на уровне планктона крючки стоят красавец хорошо побольше этот мушка то где-то кило 800 душ к но я тебе хочу сказать за зиму он практически не сильный вырос а ну давай его закиды так достанешь его или раскрой а ты с разгона ну а как не с разгона так открыл давай с разгона это побольше да без мушечка друзья 1 1 кило 800 2 душ к ну хочу сказать в том году мы такие осенью здесь ловили такие где-то в сентябре они такие были по размеру за зиму можно сказать вообще не вырос новый планктон это очеред берет нормально так ты видишь в этом году его небо вот это вчера очереда не был в том году пробовали мы мед друзья это очеред очеред и безе смотрите 2 поклевка именно очеред это это друзья говорит о том что это уже не совпадение если первый раз можно было подумать что стоял мед а клюнул на очеред что это было совпадение то это это раз друзья стоит огурец тоже нету поклевок берет пока матерят какой-то новый вкус друзья именно весенний не знаю как осенний но весенний уже сто процентов закручиваем и третий крючок у нас как всегда друзья кто подписчики все знают как у нас третий как третий крючок ставится вот эта длина его мы покажем поклевки поклевки только у нас банда на боковые происходят на боковые крючочки они практически смотрите рядом с панктончиком ставь палку палочка палочка чтобы крючки не запутывались а говорит зачем там кукурузная палочка думает толстолок любит кукурузу не друзья это когда закидают чтоб крючки между собой крючок об крючок не запутывался а чтоб они ровно ложились и ветерок поднялся у нас такой весенний прохладный ветерок на улице так вроде солнышко тепло пошел 30 метров нормально 35 где-то так пойдет ну что дальше на сигнализаторы может еще может все-таки подойдет какой-нибудь монстр может захочет он метка ушел так ну что давайте подведем итоги по ловлю толстолобу в начале мая план тончика уже осталось тут пару штук хочу что сказать был у нас такой на трояку друзья сход панктон у нас так неплохо отработал вообще это первая рыбалка первые толстолобу именно в начале мая я думаю алексей сегодня алексей помогал нам или мы ему помогали ну друзья первые толстолобу в начале мая никогда еще в мая не ловил осталось а теперь открыть сезон и на следующий год попробуй толстолобу поймать именно в апреле да и так у нас была погода полностью в апреле мы не приехали не попробовали ловить апрель весь был дождливый холодной и рыбу вытягивая что карпа мы вытянули у нас было карпового поклёвка что-то слово вот эти были душечные они вообще не сопротивлялись а они были пойманы пойманы утром в первые сутки первый день друзья мы вечером приехали до обеда у нас вчера вообще было тихо глухо ничего не ловилась а все поклевки сегодня с утра ну гуляй да а что интересно медленно плывет вообще ленивый такой да и на вываживание он мы его вываживали за двушечный он в том году таких 3 давал таких это тут а дыбу притягиваешь его вообще дохлый ну вообще так само как и карпа притянули он дохлый ну вообще лежит в садке она еле еле хвостиком шевелит банда напишите комментариях ловили вы толстолоба в мае ловили может в апреле кто-то ловил может расскажите какие вкусы потому что у нас вкус работала трава мы попробовали траву и у нас одна поклевка была на мед ну на мед у нас друзья был сход такую обидную трешка и она эти если двушки еле еле приплыли и не сопротивлялись а то трешка хоть посопротивлялась таких тырей дала блин ну ну сход ну как говорится как на рыбалке без хода еще банда а мы вам каждому до побачення до новых встреч и на нашем канале рыбалам и задавили ним мы всю банда пока пока все рыбачу и пока пока